вот так друзья и живем то дождь нас мочит то солнце нас палит то град нас бьет но зарабатывать надо чуть-чуть осталось чуть-чуть и так еще два раза по столько и все привет корешочки мои драгоценные приветствую вас в таежном северном краю и так посмотрите вот такие вот вырубки он машина стоит видите и далеко километр четыре наверное отсюда все видно это очень большая точка я открыл эти места два года назад вот видите следов столько ну наверное люди собирали я но я думаю что все они собрали так что сегодня будем опять унизительная сегодня тема собирать по буршам не очень это прикольно очень много накатано машины следов ну в общем это его три года здесь собирал хапугу сюда водил возил не знаешь что получится но я думаю что хотя бы пора по буршам собрать ничего страшного отъехал я от дома где-то 70 километров в одну сторону боливар молодец боливар хороший боливар классно хожу я знаете хожу так его все глажу наглажу только 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 что все с тобой было хорошо потому что я пользователь такой посредственный вот значит возьмем возьмем грабли граблю так возьмем мешки сапоги нам не надо так мешки вот у нас как раз столько мешков значит тут вентилятор включится тут такая фигня что у меня здесь есть база ну такое базовое место вот я туда приезжаю прихожу откладываю там выкладываю вещи и бегаю вокруг могу даже километра полтора ну круги делать такие это если уж нету ягод простите за ветер да ну очень много следов на еженом нет не нравится ну ладно ладно увидимся уже как я пойду чего вам вас тут напрягать смотря да друзья собирать по поршем а там по тому месту где уже собирали ягода это конечно для меня унизительно но я уже говорил потому что я привык искать новое ну и либо там такие недоступные места посмотрим делянка очень большая она входит еще две делянки ну тут такой как бы трилистник получается посмотрим что и так если нет то надо будет искать что-то тут истории были тоже на этой делянке интересные мной замечены вот тут допустим сухарина где она упала что наверно была сухарина большая стояла посредине и каждое утро я вот чуть позже осенью сюда приезжал и каждое утро тетерев тут такова то один то два на этой сухарине и вот я иду и он на это ну видать такую на земле пробная а папа и короче такой хопа играет и такую там на дереве вот такие дела а потом еще тут я как наткнулся смотрю что-то разрыто не пойму и эти такие как улей валяется медведь видать этих земляных ос дербанил они могут давали просраться а он их копал короче дело так попадается попадается на хреново пока эффекта вау я не испытал хотя каждый год я сюда приходил даже когда не было ягод когда был там супер ягодный дефицит там все там жаловались а я сюда только приходилось тут у меня был конечно ну чё смотреть здесь собранная наверно я уверен фантики валяется короче в этот год не нигде не успел вид да смотрите впечатляет хотя и удручает впечатляет потому что здесь как бы тоже все вырубки ладно расположимся здесь ну как обычно снимем рюкзак ну конечно может быть здесь и не стоило бы расположиваться потому что ягода собрана я смотрю что ягода собрана будем потихоньку помаленьку это как бы чё же делать переезжать куда-то переходить это как это 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 не свой уровень будем собирать вот такая уже она полностью спелая вот она все ладно друзья погнали и так первая собирашка набирашка чиплашка собрана ну нормально можно собирать но все равно тот факт что я не первый мешает мне как бы полностью так сказать расправить крылья при сборе может это и примитивно я так думаю но такая уж у меня психология хочется всегда быть первым особенно когда привык так часто бывает дождь не пошел а ягода собираем 58000 можно по любой ягоде собрать ладно что друзья не прошло и двадцати минут нашел ягоду вот здесь вот такая вот прогалинка небольшая между двух ну здесь было конечно море но тут не собиравшие сейчас но тоже нормально особо бегать не хочется буду собирать но все равно наверное до обеда может рвану потому что там делянка там делянка ну вот видите вот там так вот все есть вот такие вот дела ладно буду держать в курсе набрал уже пару набирашек чиплашок ну и короче вот так все давайте собираем крупная такая вот собрал где-то за 15 минут и почти ведро сейчас поставлю пакет высыплю еще соберу и пойдем уже обедать понесем мешок в общем такие вот такие вот у нас планы пока собираются тяжело собирается ну по борошем чем он сказать ну вот тут тут хорошо нашел не трону видать пропустили или мимо прошли не знаю с чем связана грабля постоянно расхлябывается ёбаный заклеп заклепать бы еще усилить бы немножко а то хана будет спина болит ветер сильный солнце иногда появляется я не знаю что связано где слишком много веток вот такой вот таких вот до веток они лежат друг на друга еловые там сновы и под ними очень много ягод я не знаю то ли снег давит не понимаю с чем связано под палками очень хорошо либо тень знаете она такая и тень как бы и ну тень падает от солнца может ягода лучше так созревает или либо вообще хорошо там созревает вот такие вот дела поэтому я палки сильно не выкидываю сверху раз а остальное что осталось то осталось запился за ветку рассыпал он ягоды с руками будем собирать сколько можно вообще многие бы не стали собирать но я человек такой я собрал эти ягоды как мне жалко тем более сегодня они трудом таким даются вот что-то собрал такие кучки ладно сейчас наберем уже нес просто высыпать мешок вот нахапал такой это даже слишком я ну так тяжело очень будет нести блины она и помнется ну а чё делать вести надо надо не знаю не знаю сколько пойдем так запомнил запомните вот это вот дерево он большое и под ним мои эти ягодки ягодки тоже под ним мой инструмент блин он ягод попадать хорошо ух ты хорошо попадаться ягода ладно идем вот такие вот виды вот такие вот мои виды ну собрал я не очень конечно не очень за почти я к своей норме но немного не хватает и до машины мне сегодня если я хорошо наберу четыре раза так ходить так мешок а здесь здесь ерунда ну короче да не ахти собрал хотя может и ахти хрен его знаю ну ничего не всегда рекорды бить у меня термос у меня сегодня очень крутой как я хочу есть очень сильно сильно хочу есть если просто и рыбалки как-то мне тушенка друзья говяжья на его спину конечно вот хочется есть не у меня сегодня всякие вкусняшки я как знал что надо себя радовать он такой знаете прям для работы но его надо жалеть потому что это дамасская сталь ну режет как по маслу ну или тут болевой ножик если честно справился это я просто показываю что я этим ножиком делаю все это мой ножик фаворит потому что я вот именно нож финский мясо перец чили сегодня у меня мне дали выделили тушенка с хлебом блин а так трясется блин это вообще вкуснятина суперская вкуснятина а еще взял конечно я с собой сало хотя есть у меня же да типа ну тушенка я думал вдруг она какая-нибудь в машине валяется года три наверно года три навалялась так и сальца с порежем так вот прям тяжко вот так я буду тушеночку есть ножом не с ножа нельзя есть вот вот такой то у меня стал приятного аппетита вам тоже давайте попробуем тушенку она холодная такая смотрите супер друзья вот это жетуха кстати мне тут сказали что нож втыкать вот куда-либо плохая примета если кто знает почему или какая-то история с этим есть напишите пожалуйста в комментариях я всегда втыкаю как бы ему проблем никаких не вижу в этом не знаю просто может быть действительно неправильно делаю но ничего про этого не знаю вот такой вот у меня стол смотрите вот так посмотрите что-то надвигается солнце так скрывается а вот там вот к нам идет вот это ну ладно будем встречать дорогие друзья представляем вот эту вот вещь прекрасно реально как долго я обзванивал всех описал мастерам не могли ли вы сделать не могли ли вы сделать но естественно по рекламе поработать чтобы это вот такая вот такой вот нож финский нож пукку пукку по-фински нож по карельски нож лечи вот такой смотрите толстый в обухе это реально рабочая не лошадка рабочая лошадь дамасская сталь здесь дол такой то есть он очень классный и я просто я сделано все качественно все без зазорчиков но с допустимыми зазорчиками очень здоровский нож обалденный мастерская оберег мастер суходеев если я не ошибаюсь все вы увидите про этот нож пройдя по ссылочкам в описании под видео там будет инстаграм там будет в контакте там будет все я им попользовался никакой батонинг я не буду устраивать там не буду я его гонять там что-то там рубить еще что-то но рубить это как ну сами видите топор е-мое это теперь будет мой штатный нож он очень очень крутой вот такая вот рукоятка но это вообще супер вот так вот он в руке лежит смотрите но он немножко может быть большеват но ну вот знаете для лесных работ но он очень класс посмотрите это вот мой ножик до который я нашел рукоять из из капа здесь вот такое десдермантина ножны но это реально карельский нож вот он так ржавеет это какая-то сталька такая она быстро точно быстро тупится но быстро точится вот так вот болтается все вот такая вот рукоятка из капа в общем это это супер вещь тоже но я думал когда я уже ее заменю и заменил я ее сейчас заменяю вот этим вот ножом он в принципе на 6 сантиметров наверно больше сам по себе больше если вот этим вот силовые какие-то нельзя выполнять тут и лезвие гнется еще что-то он конечно бесподобен но для таких вещей не подходит этот же нож им можно и рубить и ветки и короче что только им и инструмент хороший очень классный вот это мы убираем размеры все эти темы я не буду вам рассказывать просто расскажу что хорош но такие вот на телячья кожа подвес все дела подвесом я не пользуюсь надо наверное его вообще снять здесь у меня через карабин он висит на поясе вот такой ножик суперский острый показывать как он бреет волосы я не вижу смысла но это ерунда это рабочая лошадка рабочая лошадь мастерская оберег так что дружочки пирожочки а куда делал так что дружочки пирожочки думаю что сегодня поду в непогоду ну и пофиг вообще я приехал сюда собирать ягоды я не то что всегда сегодня заднюю не буду давать я вот собой возьму мешок возьму мешок да так банку с тушенкой я конечно же заберу отсюда вот она осталась пока здесь хотя блин ёба закрыть чем чтобы миша не пришел ладно вот короче возьму мешок если что им накрою себе под елку но это это ерунда в принципе потому что потом все будет мокрая неприятно обувь будет мокрая все ну потому что ну вот сюда то чего он вон вон и уже смотрит дождь там медленно приближает друзья сюда рюкзак ничего страшного он такой хороший в этом плане не промокаем и у меня нет конечно же не дождевиков всяких ничего такого ветер с дождем такие сейчас чай допью ну блин такой туча конечно обширная очень осталось найти где я свою плашку на двенашку оставил ну вот дерево с вами где то вот тут так кстати одну мою граблю хабуга потеряла так остановились они когда уезжали и на обеде но не когда уезжали уже домой и потеряли я тоже что-то вот найти пока а вот там наверно а вон все нашел вон ведро все-таки не зря его красный покрасил то есть красным с белым такое хотя на вырубке есть такие цвета но можно не заметить ну что все не слава богу вот у нас застег дождь но такой мелкий но судя по тому что я вижу что гор не видно вот этих вот до холмов наших то он такой противный но там вырызнул и перестал не знаю надо принять решение либо собирать пока полностью не помог ну либо ждать под елкой либо там уходить машину но я не знаю даже наверное все-таки буду собирать сейчас пакет на плечи хотя бы повяжу вот и как и лопа как говорится сухарина стоит такая ведь деловая что-то ее не забрали сухари ладно ну буду собирать чушь теперь полил дождь и ушел вон туда а тут солнце пробивается видите вы видите сколько ягод вон здесь вот попадается ну неплохо единственное что проблема их собирать я почему-то раньше такого не замечал ну не знаю с чем связано это вот ветки и постоянно вот они цепляются в граблю и они зацепляются ягоды просыпаются вот такие вот дела и так набрала после обеда на биражку настроение хорошее спина уже не болит почему-то ну работаем пакет приступать вот секунду вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Допустим, когда ягоды много, то есть ты один раз, объем есть. А когда мало, ты три раза должен сделать. Плюс сейчас здесь ветка, все, ветки надо откидывать. И все, эта спина нагибается. Ну, то есть ты, получается, по факту согнутый больше, а собираешь по факту меньше. Вот такие вот дела. Все расхлябанное, все подкручиваю. Все вот эти вот на саморезах у меня, все вот реально нет времени. Я монтирую, а хочу сейчас иногда, ну, чуть-чуть собираю ягоды, работаю. Еще и дома с семьей, как бы, ну, с малым там играюсь, там, с семьей, там, ходим в эти, на батуты, там, в эти детские парки, там. Ну, короче, вот все это, все это, вот такая. Я уже за, сколько, за две недели похудел на десятку, по-моему, да, на десятку или на пятнадцать, не, на пятнадцать, на десятку килограмм точно я бы худел, больше даже. То есть сбросил вес, отпуск набрал. Вот, ну, в общем, мешок стоит. Ладно, все. Ой, друзья, тут прилег немножко, чтобы спина поотдыхала. А то что-то, вот так вот. А то что-то, совсем тяжко, вот так вот, на кочку, в другую сторону ее выпрямляем. А то что-то, совсем тяжко, ноги мокрые, настроение не очень. Ну, собрал я, грубо говоря, то, что когда хорошие ягоды, до обеда собираю. Грубо говоря, я два мешка собрал целых, и там еще у меня две набирашки в мешке. А еще надо типа два набрать, ну, навряд ли. Все, не выдерживает спина. Не знаю, уже пару раз погребаю. Ну, не пару раз, раз двадцать погребаю. Фу. И выпрямляюсь так аж, с хрустом. Ну, не шибко спина, почему, не знаю. Может быть, такая ягода. Ягода вон море, посмотрите, кругом все, ну, все вот так вот в перемешку. Сейчас покажу вам. Смотрите, вон, видите ягоды? Кругом, вот красная, но видите, она в перемешку. И если вот ты, вот видите я, граблей, раз, видите, попадает. И все, и все. А ты же не будешь так вот сидеть, вот убирать, вот так вот. Да и нежелательно убирать. Она как бы способствует росту. Вот такую штуку зацепишь, все рассыпется с граблей. Пока гребем, мешок нахапал. Здесь две чиплашки на пирашки, здесь почти третья. Сколько? Шесть штук, наверное, наберу. Пять. Надо идти за рюкзаком. Ну и потом добивать там другой рюкзак. Ну, это если мои нормы. Если моих норм придерживаться. А так? Ну что, друзья. Вот, Юкси, Какси. Короче, здесь примерно 4 ведра. Вот в этом, вот здесь вот. И там сейчас берем мешок на горку. Метров 400 в гору. Ну, с горы потом в гору. Там берем рюкзак. Идем сюда с рюкзаком. Забираем вот это вот. Сокровище. Блин, как я грязно. Ну, как я плохо пособирал. Сколько еще ягод осталось. Так, где-то насталось мешок найти. Или оттуда? Ну, тут ягода не тронута. Это радует. Хотя вот на вот этой вот пригорке, в которой сейчас я нахожусь, ягод в прошлый год вообще не было. Не знаю, с чем связано. А в этот год вот, пожалуйста. Ой, спина. Так, ну что, моя дорогая. Не знаю. Килограмм 30 может есть. Это хорошо. Килограммчиков. То есть у меня есть и два таких. По 30 это 60. Ну и плюс здесь вот 4 ведра. Примерно по 6 ведров. 4х6. Сколько будет? Так, 6 при 6, 12. Ну да, примерно еще столько же. Но это хорошо будет, если где-то 90 килограмм будет. Это почти десяточка. Смотрите, там вон туча какая тоже с той стороны идет. Ужасная просто. Кстати, завтра может тоже не получится поехать. Ну не то, что тоже, а может не получится поехать. Потому что, если будет дождь, нафиг, надо поберечь себя. Но дома сидеть тоже не хочется. Хотя, можно прям отдых сделать. А то что-то на работе такие смены дикие. Тут ночью кувалдой я махал, блин. Ну я и эти мужики у меня с работы, коллеги мои в бригаде, которые мы херачили кувалдой. Короче, ну там, там свои, короче, нюансы. Ну, вообще, очень тяжкие смены были. Тут еще и ягоды, если собирать. О! Сморчок вылез. Представляете? Гриб этот, а, строчок его. Вот уже ягоды есть. А я, видите, зашел сразу, расстроился, собирано. А там внизу не собирано. Очень здорово. Как-то крекает, блин. Ой, смотрите. Ой, сейчас. Смотрите, друзья, там вот все синюшнее. Ё-моё. О! И там он, смотрите, вокруг. Вот. А идет сюда ветер. Ну да, сейчас принесу и буду выезжать. А то я намокну еще, еще чуть-чуть такое. Вот так, друзья, и живем. То дождь нас мочит, то солнце нас палит, то град нас бьет. Но зарабатывать надо. Зарабатывать. Сейчас такой момент, понимаете, можно 10 тысяч в день сделать. Ну, да, кто-то мне там скажет, да, это фигня, это не деньги. А для меня это очень большие деньги за день. Заработать. Там, кстати, вон, видите, вон там, вот слева вот эти две лесины стоят. И слева, вот там вот внизу стояла вот эта триангуляционная вышка. Или топографическая. Я сначала думал, там изба, что ли, была. А потом, какая изба? Это очень высокая точка. И, допустим, вот эта вышка стояла, потом там еще одна, там другая. Вот так вот и создавали карту, что ли. Вот, такие вот дела. Интересно. Но она упавшая. И там такие эти есть, знаете, гвозди кованые. Надо набрать тоже, забрать их потом с рюкзаком. Вот такая вот у нас погода. Сзади вот так. Двереди вот так. Представляете, вот там сколько тонн ягод. Вот там вот старые делянки. Люди там собирают, ездят. Там я смотрю машину. А я, знаете, сюда. Ну, я же рассказывал. То дымы там, шутрак, то кастринжут. Ну, короче, интересно это дело. Интересные ягодные эти превозмогания. Ладно, пью чай. Давайте, кстати, чаечку тоже наливайте. Пока идем, историю расскажу. Мы с Хапугой в прошлый год. Ушли вон туда. Ну, короче, далеко. Километр, наверное. Не километр, ну, около, да. Около 800 метров, наверное, отсюда. Больше. Короче, надрали ягод. А нести-то надо. Я, короче... А рюкзак у меня еще этого рюкзака не было. У меня там какой-то был, ну, отстойный, короче. Ой, я, короче, ее, я. Она такая, давай я понесу. Я же не дам, правильно, девушки? Нести. Я сам, короче, и вот я тащил эти все ягоды. На себе, блин, ели. Чуть не сдох, короче. Вот так вот. Такие дела. Ладно. Рюкзак уже весит, ягод такой. Предварительно я мешок вот такой отприготовил. Вот так. Есть. Что ж, как же вот это вот? Ну, вот надрал-то, а. Вот так. У меня же раньше был какой-то рюкзак отстойт Ну как бы, да, просто не дешевле Но в Лидии есть такие Они входят и большие есть Бывает, друзья Юниверс Финостудия Чеплашка на биражка На самый верх Ну да, здесь полноценный Полноценный мешок Итого у нас три мешка, очень хорошо И в другом еще две набиражки Это здорово Вот здесь, блин, классно Сейчас мы здесь завяжем Туча на подходе Будем драпать Ну, попадем подошло Я не знаю, сколько здесь, ну, может быть, ну, 40 не может быть килограмм Суры бы я не поднялся бы, наверное Я, наверное, буду потом жалеть Тогда буду постарше О моих сейчас О тех моих деяниях, которые я сейчас делаю Кто будет болеть, это Ну, я не знаю Сидеть на диване, это не мое Не мое Я вот лучше так Лучше здесь буду Зажигать, лазить Многие мне задают вопросы, типа Ты же Ну, там, вообще, я рассказываю Про мою деятельность А ты же, а как семья С семьей я тоже успеваю Ну, да Иногда чувствуется, что им меня не хватает Ну, это как бы Всегда, всегда есть какие-то проблемы Ну, это не проблема, как бы А вот Такие Лишения Так, надо сказать Еще помню тоже, вот, когда я нес ягоды Когда с хапугой были Там болото надо переходить И оно такое Достаточно топкое, но Человека держит Ну, без проблем Я, короче, туда иду А я же забыл, что Ну, не подрассчитал, что я Весь Весь Все на мне там Ягод столько там Я несу еще, пакеты в руках Там, ой Короче Ну, есть видео, можете посмотреть Я, короче, в это болото ступаю Плюх И все Ну Ну, как бы Плюх Иначе начинает Ноги у меня начинают уходить Я в сапогах был Резиновых А вытащить не могу Потому что вес на мне большой Ну, это как сейчас вот О, хорошо до машины там след От Харвестера По следу пойдем Най, най Най Най, най Хотя Знаете, что, друзья Наверное, вы правы Может быть Действительно Лучше дома сидеть на диване Чем вот так вот Ну, ничего Зато я Зато я вам Наверное, зимой кое-что покажу Я просто иду к своей цели, друзья А к цели Сидя на диване не придешь А я иду Двигаюсь Вы это видите Со мной переживаете Спасибо вам, кстати Огромное за это Чуть-чуть остался Чуть-чуть Чуть-чуть И так еще два раза По столько И все Да, теперь я понимаю, почему Взрослые люди Ну, лет 50 По 40 Говорят На хер мне эти ягоды Пока молодой еще увозишь А потом все Ну, реально Ну, и собирают они около машин Потихонечку А я вот сегодня Я вот рюкзак только несу Где-то километр сто Ну, наверное Не километр сто Ну, да, наверное С этим с кругом Километр сто Кстати, друзья Напишите в комментариях Если не сложно Вы бы стали Вот так вот делать Ну, я знаю Что у нас И из моего круга Да, и Ну, вообще Много людей Собирает ягоды Ну, именно Для того Чтобы Купить машину Или купить компьютер Или купить лодку Мотор Ну, что-то такое Что Из семьи Не взять Либо Ну, нет возможности Либо Ну, просто У них Они так привыкли Как я Зарабатывать На свои хобби Там и так далее Или какие-то Немножко Не совсем Там Такие Важные Вещи Вот Зарабатывать Таким макаром Вот Напишите Стали бы вы Или не стали Потому что Не все понимают Что такое Ягоды Сбор ягод Многие это отрицают Ну, как бы Вообще Говорят Фигнюю там Вот О, уже видите Течет Брусника Так Это Второй рейс Еще один остался Ну, все Пришел Вот, короче Два мешка Целые здесь И один Целый тут Ну, не знаю Сколько Ну, меньше Чем в прошлые разы Конечно Ну, ладно Ничего страшного Спина болит Справа Рука Тоже болит Тоже правая Вот эта правая часть Себолит Ну, это Нормальная тема Так Сейчас в рюкзак Переложу оборудование Там термос И вся фигня А, с этого Будем высыпать Ну, еще Вот Столько Вот в рюкзачке Чуть-чуть Буквально Вот так Поставим Все Спасибо большое Спасибо огромное За то, что смотрели За то, что были со мной Я всегда вас благодарю Видели, как я превозмогаю Как я иду к своей цели Все Полечу домой Сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому